Сил света запрещать героя. Про Сирис. Матч в лузерах. Пока 1-0. Драфты второй карты на ваших экранах. Смотрим. Смотрим. Надеемся на борьбу. Клауд Найн, к сожалению, ничего не показали на первой карте. Ну и сейчас хотя бы драфтят по-другому. Нет Эквин оф Мейн в первой стадии. Есть Тролль, есть Феникс. В ответ на Феникса получили двух героев, которые так или иначе хороши против Суперновы. Огрмаг тоже косвенно может помочь. Атакспида в общем много получается. Все бьют быстро. Ну, Мирана под Бладластом, конечно, там лип-лип. Пью-пью-пью-пью-пью-пью. Сразу стрелы летят. Очень быстро. Вариант хороший. Ну, против Тролля конкретно правда ничего не взяли. Крейзи. Ну, имею ввиду, вот третий пик был, да? Можно было придумать. Например, Шату Демона. Который мог бы Тролля неплохо закрыть. Ну, решили взять Огра. Пока Тролль в принципе, ну, чисто теоретически съедает то, что есть сверху. Ну, опять же, взяли этого достаточно сильного Кора, но слишком рано. То есть, по драфту Крейзи должны будут сейчас еще что-то пикнуть, что этого Тролля закроет. Гиро Коптер ответ моментальный от Крейзи. Ну, Тимфайт теперь у Крейзи хороший. Гиро Коптер хорош тем, что он может бить и Суперного Феникса, и или Тампстон он дайанг, и при этом коцать всех остальных за счет флаг Кэнона. Осталось 10 секунд. Получает поддержку в виде Бладласта от Огрмага, в виде Пресс-за атак от Лиджин Комманды. Неплохо сочетаются герои друг с другом. Но конкретно вот против Тролля пока все еще ничего нет. А может и не надо, может не так бояться. Сыграют в позиции силы, просто попробуют быстрее расфармить Гиро Коптера. Гиро Коптер обычно быстрее фармит, чем Тролль. Троллю для этого нужны какие-то вещи. Будет или нет он там делать выбор между Молниями и Баттлфьюри, либо же пойдет через какие-то Диффуза, Яшу, Сию. Пока могу сказать, что Клауд-9 0 контроля. Это да. Триггер ее взяли, станов вообще нет. Тяжеловато будет. Тяжеловато будет кого-то ловить. Туже Мирану, например, да? Вот ее взяли в первый пик. Как Мирану ловить? Как ее убивать, допустим? Простейший пример, да? Вот вроде суборд, вроде бы тонкий. Но если станов нет, она просто лип-лип и ушла. И это причем уже саппорты точно будут у нас без станов. А, ну подожди, есть вариант Феникса сделать для Мизери Тройкой. Куда же без него? Драгон Найт появляется от Клауд-9. Ну, крепкий персонаж, да? Убивать трудно. Что тролля, что Драгон Найта. В целом, в файте, конечно, вот поставлено Супернова. Тролль, Драгон Найт, там Дайинг, там, с флеш-големом под топ-стоуном. Такие герои достаточно массивные. Требуют определенного внимания к каждой персоне отдельности. И трудно будет их пробить. Некр в центре решает все вопросы для Крейзи. На Некра практически ничего не будет. Ну, ладно, Весл там рано или поздно появится. Но он хорош против ДК. Он причем на линии очень хорош против ДК. Физического урона хватит с СЛЦ и гирокоптером. Ну, под дуэль-то маловато, да? Опять полхп снесли, накрыли косой. Гирокоптер внушительный урон наносит. Мирана очень хороший урон может нанести в одну цель. Но это не берст все равно. Ну, так, вроде есть, да, но... Ненадежно. Ненадежно. Крейзи просто разочек закрывали Драгонайта. Ой, я знаю, я знаю. Кром герой нужен Крейзи. Ну-ка, Пак. Станов у Клауд Найн толком нет. Ловить нечем. Дримкоил ставится ганимом. Гирокоптер стреляет. Выйти троллю невозможно. Стан получает. Если не контролирует своего героя. Ну, Пак всегда контрпиком тролля являлся. Осталось 10 секунд. Очередь сил света выбирать героя. Клокверк. Клокверк. А кто вот тройка? Феникс или Клокверк? Так, оба плохо. Линия все равно Клокверк Феникс будет, так как не крути. Против гирокоптера и Гермага. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Так, ну что. Я бы все-таки смотрел больше на героя в центр какого-то нюкера. Я за Некра голосую. Мне очень нравится Некр здесь. Неплохо. Достаточно неплохо. Слушай, а, Рейзер забанил, да? Хороший герой здесь был, Рейзер. Лешак Тонгий слишком. Его сожгут. Лучше тогда не Лешака. И не пугнут. Он действительно лучше Некрофос. Форстаф нужно будет приобретать. Но это скорее Громак Мирана, подумают, против Клокверка. Клокверк забанили. ДП нет. Есть Шторм неуловимый, да? Контролить его, опять-таки, нечем. Он просто стягивает. Куча магии наносит целым ремнантами, всякими дамажит. Линия против Драгонета стоит, наверное, на равных. Кто еще есть? Есть классический... А, классического Эмбера нету в бане. Лина, кстати, да, тоже вот против Том Стоун, против Суперного Феникса. Поспамит, побегает. Лагуна Блейд пройдет за дуэль как раз. Главное, не инвокер. Ну, четыре милишника, да? Четыре милишника, поэтому Манки Кинг. Против Феникса, конечно, не очень приятно играть на Манки Кинге. Во-первых, дебаф на скорость атаки. Во-вторых, конечно, где-то и венчайный Карус Дайф и Манки Кинг с дерева сразу падает. Ласт Пик мне не нравится, если честно. Я понимаю, что он может против Драгонета хорошо отстоять. Может быть, Крейзи хотят просто на скиллухе сейчас переехать. Расчет на то, что Брайл уничтожит Энви в центре. Вообще-то Ласт Пик не нравится? Не знаю, мне не нравится. Мне всегда не нравится Манки Кинг. Мне кажется, ему тяжело будет по игре. Где-то Клокверк его запрет. Тамбу не сломают. Он там будет бегать вокруг да около. Не идеальный этот выбор. Ну, мне вот не идеальность только, как по мне, заключается в том, что, ну, Феникс есть. Который, ну, где-то в какой-то момент может Манки Кингу заруинить Драгу. А в целом 4 милишника. Ты просто ставишь арену и все. Они все в арене. Быстрого дэмэджа по Манки Кингу нет. Контроль. Там один стан, за один стан его не убить. Он даст палку. Не, может быть. Не знаток Манки Кинга. Если бы просто снизу были не Клоуд Найн, а кто-то другой, я бы сказал, что пик снизу покруче. Но это Клоуд Найн, поэтому я воздержусь от прогноза. Мне пик даже, невзирая на теги, нравится у Краиза больше. Хотя тоже не фанат Манки Кинга, но, как по-моему, здесь он нормальный. Он еще и под бафом Могр Мага, надо понимать, да. То есть у него скорость стаки бешеная. Драки будут. Ну, интересно, интересно. Ждем интригу. Или 2-0 и спать. Мне кажется, 2-0. Все равно. Просто Краизи круче играет Доту, чем Клоуд Найн. Ой, коэффициенты посмотрим, что там наш партнер в париматч предлагает. Отдавай. До драфтов полтора был коэффициент на Краизи. 1.45 на Краизи, 2.62 на команду Клоуд Найн. Та же самая история, что была в карте под номером 1. После пиков на 0.05 коэффициент на Краизи падал сразу. Ну, давайте просто ради интереса посмотрим, что на матч. 1.1 на победу Краизи. 6.25 на то, что Клоуд Найн закомбечит, друзья, в этой серии. Возьмут эту карту и потом следующую. 6.25. Вот такие вот у нас котировочки, друзья. Не забываем про то, что наш партнер париматч предлагает помимо таких котировок еще и бонус при регистрации 100% в депозиту. Забрать его вы можете, пройдя по ссылке под плеером, кликнув на баннер соответствующий. И также хотим добавить наше спасибо, наш респект выразить. Монстр Энерджи за поддержку проведения данного мероприятия, данного турнира. Ну, а теперь уже к игре можно переходить. Лейнинг. Ну да, вот Клокверк Феникс. Да, конечно, странный набор героев. Клок. Тройка, кстати, все-таки. Мирана выходит. Хочет баунтеру наджать. Вообще надо это делать, потому что там сверху Клауд Найн его наджимают. Да, зонят соперника. Две займут здесь ребята из Крейзи. Легионг даже претендовать на какой-то забор баунти не стал. Мезери позвонили немножко. Опять три плой будут стартовать Крейзи. Они нечто подобное нам уже демонстрировали. Попробуют сделать первое убийство. В прошлый раз Клауд Найн, зная, что здесь три героя, все равно отдали ФБ. И не, улетает Мирана. И причем это под Вардом должны были видеть, по идее. Ну, ладно, Мирана сразу, в принципе, показывает себя. Пайлайдай пошел дикее стакать на Легионке. И размениваться с Ауи. Ну, тут, конечно, не по шансам. Тут он дайнг сильный. Бьет. Да, Миране сложно. У Мирана очень мало дэмэджа. Здесь под дикеем Пайлайдай намного больше. Заметил фразу у Манки Кинга? Я решил не оттягивать неизбежное. Просто мне что-то эта фраза въелась, потому что у Рикимару есть фраза «Зачем оттягивать неизбежное?». Довольно странно, мне кажется. Это фантазия закончилась. Не, он один задает вопрос, а второй, типа, отвечает, получается. Но если они оба в игре, нужно прикольно диалог составить. Стрела. А он дайнг впитал. Ну, ему. Господи, нет. Там дикие. Легионка получил левел 2. Пассивка есть. Не то чтобы прям круто работает. Хизу сработал на крипа только. Легионка 6 на 1. Нормально стартует пока к Хизу. Пайлайдай больше с Ауи, конечно, разбирает здесь, чем напрягает легионку. Сейчас, слушайте, Пайлайдай какую-то стрелу поймает на самом деле. Тут вообще все перевернется. Пайлайдай 300 здоровья. Дикий дал. Ауи провоцирует. Ауи. Ну-ка, Ауи давай, хайлайт нужен. Ауи, Ауи. Ну, слушайте, не попробовал. Еще тычку. Не, ну ладно, стрелу бы дал, но я не убил еще. Урон все равно с руки не хватит. Стрела. Пайлайдай вернулся. Игра, конечно, сверхинтересная у двух этих саппортов. Еще ДиКей. Это был последний ДиКей в ближайшее время. Ауи тоже сапог. А, Пайлайдай попробует, наверное, все-таки уничтожиться от нейтральных крипов, что ли. Ну, потому что у него нет средств к существованию уже. Ему нужно умирать, очевидно. Он ждет ману на еще один ДиКей. Появится. Вот она. И он не успевает. Ауи переиграл Фердбарт. К этому, наверное, все и шло. Ну, в любом случае, конечно, должен, обязан был здесь Андайенко умирать. Но лучше бы, конечно, он погибал от вышки или от нейтральных крипов, но не от Ауи там. Потому что Миран в итоге получила, ну, деньги. Просто элементарно деньги, столь и необходимые. Пытаются выпалить пачку крипов. Одного пропускают. Под Легионку. Легионка встречает. Ну, что в центре, там манки какие-то доминацию свою проявляют. Да, кстати, слушай. Брайл тут крипстат хорошо поддерживает. Он вообще не подходит. Ему прям сложно. Он боится после второго стака уже подходить. Он стан взял без Брэсфайр? Я точно это вижу. Так он ни одного крипа не добьет без Брэсфайра, он это понимает? Ну, хорошо, а там какого-то одного. Своеобразный подход к билдам. Стан. Ну, пару-тройку крипов, да, он потерял. Сейчас линк несет. Нет, слушай, стан два крипа добил. Ну, может быть, в этом идее. Ну, ладно, ладно, ладно. Ты не прав. Ну, просто Брэсфайр еще и дебафает на урон. Ты не так больно от манки кинга получаешь. Что-то мне казалось, что это вообще прям остров. На полку. Надо, да. Ну, МК тут, конечно, король. Король обезьян. Как минимум. А может быть, король этой линии. Еще покорит Энви. Ну, это был ласт пик. Это был контр пик. Энви тут как бы обвинять сложно в чем-то, да. То есть, линия непростая, очевидно. Стоишь милишником против манки кинга. Впитывай. Руну сейчас повезет, не повезет. Руна спавнится на топе еще. Может, и МК забрать. Ну, чтобы ДК не брал, допустим. Хотя отвлекаться Брайлу не хочется, явно. Крипы будут имирать. Ну, ничего, на хасте вернется. А может, убьет вообще Энви, нет? Забавно понимать, что... Сначала Энви проиграл Драгонайту на первой карте. А на второй карте проигрывает Драгонайтом. В центре. Тыш, тыш, тыш. Не знаю, Брайл мог, наверное, убить, мне кажется. Там хастан есть. А вот под пачку дождался Брайл, да? Субъект. Глиф. Крипы не умирают. Брайл. Куда Энви развернулся? Серьезно, он палку дал зарядить? А зачем он развернулся? Он же мог идти под Тир-2. Достанет, допустим. Ну, там палка через секунду. На. И тычку одну. Там под замедлением. Брайл запутался. Он не проел проход, у него был Квилин Блейд. Не, ну сейчас уже не убьет, наверное, сейчас опасно. Хотя Энви без мана есть салон. Может, еще один стан дать? Не, салон. Салон, блин, стан. Плюс вышка, вышка бьет Брайла. Опасно, опасно, очень опасно. Пятая минута. Клауд Найн 4 баунти. Руны контролят. Что-то вообще в этот момент проморгали. Ауи ушел без здоровья. Снизу Мунминдер просто не успел. 4 баунти, это прям сверх круто. Ладно, Энви терпит. Более-менее хилку. Солоринг принес. Левел-то растет. Третий Драгонблад. Более-менее. Главное, что вот Брайл все-таки не добил, да? Потому что была велика вероятность и опасность того, что все-таки Брайл сделает это убийство. Ракетка такая неприятная прилетела с оффлейна. Первого уровня прокачки, но все равно. Коэффициенты уже очень сильно поменялись при матче на карту. Вижу 4.2 на Клауд Найн и 1.20 на Крейзи. Это после Ферзбада, так? Ну, это вот, видимо, последствия какого-то Крипстата. Хотя я не могу сказать, что он плохой у Клауд Найн. Они по золоту даже ведут. Тролль первую строчку держит. У Клокерка лучше, чем у Гирокоптера. Да нет, нормально у Клауд Найн. Вполне, вполне. Это скорее следствие все-таки не Крипстата, а 4 баунти, которые они забрали. Ну, в том числе. Прилично денег насыпал на стадио лагинг. Странно, что Рейдинг вообще не контролили. Очень много героев в центре, тем временем. Суппорт истягивается. Идет дивайдинг плотный. Монминдер тут. Тауи здесь был. Стан от Энби. Пайлайт дай дикейм. На развороте. Монминдер, Бладла, стрела летит. Но прогнали уже ДК и ДК. Ну, толстенький, толстенький Драгонайт. Весь урон в себя впитал и убить не получается. И сфармит здорово. И на предыдущей карте, если так подметить, да. То есть понятно, что у команды все было ужасно, но выделить эйс все-таки стоило. Потому что 20 минута доминатор плюс стрела в Андаинга. То есть ПКБ это было очень сильно. Андаинга ДК сейчас даст. Да. Монки Кингу больно. Монки Кингу умереть может. Да. Сол рип шикарный был. Фэри файр. Палку не отрегенился. Ракета. Вряд, вряд. Мизери фраг забрал. И Монминдера можно гнать. Все, ДК. Не, Палайдай вот на Андаинге в таких ситуациях, конечно, он просто король против трех героев. Ты просто стакаешь, стакаешь, декей. Спокойно убиваешь. Отличное начало за Cloud9. Очень хочется посмотреть, вот как в итоге решит ли здесь что-то драфт. Поймем ли мы, что именно драфт стал ключевой такой штукой, которая повлияет на исход игры или же на исполнение что-то будет. Но у нас твое мнение разделилось насчет драфтов. Мне все-таки удар побольше нравится. Радиант. Ну, в Радиант игроки лучше в доту играют в последнее время. Это нельзя не замечать или как-то отрицать вообще, даже если вы вдруг фанат Cloud9. На четыре сотни обходит... Не, на три даже только Брайл обходит Андаинге. В целом, действительно, линия тяжелая для Андаинга, но мне кажется, он достаточно достойно ее отстоял. Несмотря на все проблемы, с которыми он столкнулся. Мизери при этом уверенный топ-2 над ворс, тролль вообще топ-1, там лес зачищает, если тут даже и не уходит, все получается. Но пока, пока действительно, лейдинг очень хороший. Ну, не для Dragonite, не для Андаинга. Вопрос, как Андаинга будет выбираться. Фарм особо ему тут не идет. Непонятно, где этот фарм будет брать. Он уже как-то играл на ДК, он просто влез куда-то, ушел, спрятался. Фармили, фармили. Потом он вышел с Shadow Blade'ом и БКБ пошел, всех убил. Здесь тоже не обязательно всегда драться. Это не нужно делать, если вы не чувствуете, что у вас нет ресурсов, чтобы эти драки бесконечно выигрывать. Cloud9 могут сыграть попассивнее здесь. Они нападают. Мезери пришел шестой уровень, есть хукшот. Стоит Tombstone, Герокоптер, что даже стянулся. Надо тут брать Tombstone просто. Ну, там вард, очень крепкий такой хороший, глубокий вард. Главное, они все эти смещения видят прекрасно. Да, как-то и одни потянулись, и вторые тоже стянулись. Все, как-то командно пошло у нас уже на десятой минуте. Интересно. Надо теперь разбегаться обратно, да, по линиям. Перехватывает Кизу Аванпост. Эйз что-то знает про эту игру. Опять Доминатор. Доминатор на тролле. Реально что-то знает. На тролле точно не пойму, наверное. Стрела, Энли, увернулся, хорош. И сейфтпшки нужны. Опять пытается ДК пробить, не получится. Палда здесь справит. Погибает, да. Опять дайвит, опять думает, что с Драгонайтом справится. Не хватает, хукшот дальше. Они как-то недооценивают силу Драгонайта. Кизу пытается пробить себе проход. Кизу лоу КП. И тоже будет умирать, скорее всего. Fire Spirit, Breathfire. Не коснулись, по-моему, с Андрееву вернуться. Тя, там ракетка контрольная. Два минуса от команды Клауд Найн. Отлично. Стрелла Венви. Ауи думал, что может повести на руна. Руна снизу, там хоста. Какому-то Клокверку, знаешь. Загангать. Блэйдмейл, кстати, Клокверк будет брать себе. А может и наоборот. Клокверку, команды Клауд Найн было. Получили экспу сейчас. И по две баунтируны разделят. Снизу будут пушить крышку. Вообще, пику Клауд Найн, согласись, он не такой уж прям лейтовый. Он в лейте сильный, безусловно. Но при желании, с Доминатором на тролле, с сильным Клокверком, с Драгонайтом, можно прям пушить все подряд. С Тамбой прямо очень все это круто смотрится. А слева, ну, есть тоненькие герои, которые без БКБ здесь страдают. Это от того же Клокверка, без Форстафов. Манки Кинг, как показывает практика, вполне себе простая цель для убийства. Мирана, Огр. Ну, Мирану просто ловить сложнее. Огр, Булка, которую подольше будут бить, но тоже легко. Не, нормально у Клодов? Они ведут очень много. Две тысячи уже. Ну, не без помощи соперника, так да, конечно. Есть молодец. Вопрос, как вот Доминатор себя реализует на тролле. На прошлой карте как-то вот мы не оценили, насколько Доминатор сделал импакт на гирокоптере. Здесь тролль. Может быть, поднимет скорость фарма. Будет таскать за собой какого-то крипа, который даст ему что-то. Может, вожак волков какой-нибудь. Интересно, интересно, да. Если действительно что-то знает про эту игру. Смог, тем временем, от Клод Найн. Ставится вард. Скиттер. Здесь. Могут напасть. Рокет Бернет. Ставится в том, что он кулдаун пошел. Ставит поги под сам рей. Добивает тебе проход. И стики, да, будет жить какое-то время. Хукшот. Мизери. Мизери сейчас очень не хватило блейдмейла, который он собирается покупать. Вообще, против гирокоптера хороший очень предмет. В таком случае гирокоптер бы просто себя убил сейчас кулдауном. Немножко дофармить надо. Там не хватает Клоку. Семьсот колды. Ролджели, кстати. Ага. Второй надо бы отдать. Один поглотил. Ну, поделись с тиммейтами. Мизери. Поделись с ближним своим. Отдать ДК. Хоть кому-то уже. Ни Фениксу. Ну, надо ДК просто, чтобы была мана. Неужели Снекингу даст? Снекингу дает. Хм, просто да, отдал. Ладно, Феникс так Фениксу. 5400 эйс. Вот это фарм, конечно. ПТ, Доминатор 2, Рейс Бенда, 11 уровень. Забыли совсем крэйзи про этого персонажа. Он просто собирает себе кучу-кучу-кучу денег. Ну и тем интереснее будет узнать, что дальше. Эйс, что дальше? Какие артефакты? Ну, что в этой ситуации интересно купить против пика команды соперника? Вот пока Яшу поставил. Ну, Сэнджин Яша, выйти там Сэнджин Яша, Сатаник, что-нибудь подобное. Добавить статусы к резисту. Контроля там приличная. Именно точечных станов. Трилла, палка, ракета какая-то. Стан Огра. Нашел медведь-демона, Крушителя. Скорость атаки повышенная. Ну, тоже. Да-да-да. Тоже нормальный крип. Ну, и плюс какое-никакое замедление в драке, если что. Еще и стакают. Надо, да, вот на тролле работать. Все отлично. Пусть фармит. Алла, да, еще и на XP здесь постоит. Ну, а рейдинты пока притихли. Да, вот доминировать в начале не получилось. Было несколько прям серьезных выпадов в центр, за которые они были наказаны. В итоге Драгонайт камбэкает. Они уже с Манки Кингом в разнице вообще не стоят. У них одинаковые нетворцы. Даже они сейчас впереди, может быть. Ну, и проблема Манки Кинга. Если ты не доминируешь в итоге, не делаешь начальные фраги, по фарму ты начинаешь сильно проседать. А хочется ведь и саблю приобрести. На нее Брайлы выходят. Но пока вот только в прыжках где-то по деревьям. Мизери защищает верхнюю линию. Там работает скитер. Вот и направление как раз-таки гирокоптера сейчас будет выходить, ребята, с Клоднайм. Прочитана команда Рейдин. Просканили, но хукшот уже есть. Надо пробивать проход. Стрела залетела неплохая. Кулдаун Ракет Бередж. В коги ударяется просто Мирана. Мизери лохопе палка. Отличный минус Клокверк. Останавливает файл бластами с Нейки Гига. Дуэль залетает со временем. Брайл бьет Феникса. Конечно, читка ситуации в этот раз от Крэйзи оказалась прям классной. Они видели, они знали, они просто телепортировались. Дождались бы Блэйд Мэйл, убили бы гирокоптера. Он бы, может быть, что-то просто не скастовал. В таком случае Клокверк бы подольше пожил. Энви параллельно ломает Т1-вэшку в центре. Алибард уже у него в быстром закупе получается. Ну, это хорошо. Против Макаки, да, против гирокоптера, против Легионки. Ну, тут против всех алибарды нужны. Я не знаю, тут даже хочется две алибарды купить. На том же Клокверке, допустим, в будущем. Ну, хорошо, есть Эйс. Да, где-то там Драгонайт. И Клокверк, естественно, тоже по фарму в какой-то момент упадет. Судьба у него такая, фармить быстро он не умеет. Но есть тролль, который фармит за себя и за вот того парня на оффлейне. 7-200. Ну, есть вот Эйс даже в той карте, когда было прям совсем все плохо. Мы подмечали, что он топ-1 на Творс на карте. Просто потому, что вот умеет, умеет фармить. Ну, и команда так играет, вот не подключая Эйса. Дают ему возможность фармить какое-то время, чтобы потом он закерировал игру. Ну, и говорили мы как раз-таки на драфте о том, что тролль появился. Но прям конкретных контр-пиков против Эйса не последовало. Там Нишаду Демона, Аугер Маг появился. Там какие-то ОД не последовали против тролля. Какой-то взяли пик туда. Вот там какой-то Манки Кинг, он с ареной вроде как. Но это все еще не прям неполная контр-тролль. И Яша уже у тролля прилетела. МК только саблю. Ну, разница чувствуется. Манки Кинг сабля. Тролль Яша плюс Доминатор. Что у Геррокоптера? Просто Яша. Там Доминатор Яша, а тут просто Яша. Интересный билд тоже от Геррокоптера. Не каждый день увидишь Яшу в первом слоте у нас в Америке. Два варианта было. Либо Аганим, либо БКБ. Ну, либо Доминатор, как на прошлой карте. Ну, Мом, по-моему, был разок на Керрокоптера. Может быть, да. Тоже как вариант. Молнии были в Китае. Но Яш вообще не было. Как таковых. Драгонскейл. Шикарная какая вещь на Драгонайта. Идеальная просто вещь на Драгонайта. Насколько же она его бустит. Просто как дополнительная пассивка. Добавьте еще к пассивке. Плюс 5 туда, плюс 5 туда. Ну, это же дополнительный дамедж. Очень сильный предмет. Хизу Вадмир купил себе. Захватывает ражеский лес. Ребята из Клауд Найн здесь обосновываются. Вот, жалко активности. Тут в центре атака на Пайлайтае. Быстро его заберут. Активности со стороны Клокверка нет. То, что Мизери с этим Блэйдмейлом простаивает, это очень плохо. Конкретно вот даже для самого Мизери плохо. Потому что можно было выходить какие-то командные артефакты побыстрее. Еще что-то. Купить что-то на фарм, возможно. На Клокверке это может быть странно слышать. Но если вот не чувствуется, что вы сейчас темп повысите. И то, что вы сможете нон-стоп драться. То Блэйдмейл себя не окупает. В те моменты, когда он нужен был, его еще не было. А сейчас он есть. Таких врывов на гирокоптера не видим. Я, кстати, еще что заметил. Две минуты назад я смотрел на Мизери левел. У него был восьмой. Сейчас, только сейчас он берет девятый, прилетев на топ. У ЛЦ на тот момент был девятый. А сейчас у него одиннадцатый. То есть два уровня сверху поднял ЛЦ. Начиная с более высокого. И только один Клокверк. Разница между ними действительно там и по деньгам. И по XP будет только увеличиваться, скорее всего. Ну, по деньгам точно. ЛЦ быстрее фармит. Я, если уже Сен-Дженгяшу себе поднял пятнадцатый уровень. Не останавливается в своем фарме. Ну, касательно вот этого момента, который ты рассказал. Это, ну, в общем, конфликт небольшого... Небольшой интересов, да. Потому что интерес у Мизери драться. Интерес у тролля фармить. И вот эти герои друг с другом вообще не сочетаются в рамках одной команды. Потому что Клокверк не может драться один. Но он, конечно, может там хук-шоты показать свои. Как у него классно получается попадать. Но он просто будет умирать от пятерых, допустим. А тролли вот выдернуть они не могут. Сейчас под вардами, Монлайт Шадо. Все прекрасно видит Пайлайт Тай. Да, надо вообще не драться сейчас, Клокверк. Ну, если уж они задумку с Клокверком где-то провалили... Убить Андайенга быстро. Дуэль пошла. И дуэль будет выиграна. По-моему, это не быстро. Там теперь, наверное, залетает Феникс все-таки. И ставит Супернова. 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 Резатак визит Супернова. Сломает, сломает, сломает. Ну, там Герокоптер умер. Там всех просто оказывает тролль на самом деле. Есть трипл килл. Это будет минус четыре ультра килла. Вот вам тролль выскочил. Вот вам с фрифарма тролль, друзья. Не ждали? Смотри, с кем он бегает. С Кобальдом на Спидауру. Нормально, но он догнал соперника. Просто разогнался, да, убил. Урон 3000. То есть Супернова? 11000. Жесть. У них разница между Герокоптером и Троллем? Знаешь, сколько было? Две. Сейчас пять. Не, не, до драки было три. 100%. А до этого было две. До того, как он купил Яшу, было две. Нет, с Энджин Яшу уже был 3000. До замес как раз может быть 3200. И вот после драки уже 5000 добрых. Они вообще пропустили этого тролля. Он как-то в драку зашел. Ну, понятно, там стоит Undying. И у вас первая цель не позволить Undying поставить Tombstone. Допустим, Soul Reap нажать. Ну, вот эти все кнопки. Они его фокусили. А потом такие, блин, там Феникс Супернова поставил. Бьем мне Супернова Феникс. И все это время их метелил просто тролль налево-направо. Да, нормально. Они немного в шоке должны быть от того, сколько у тролля сейчас денег. Дальше Башер. Дальше даже не БКБ. У него есть статус эффект резист. У него еще и левел 18-й. То есть посмотреть на левел команды Radiant, это 12-й и 13-й в потолке у Брайла. 5 левелов разницы. Кошмар. Почти 19-й у тролля. Контроль рун. По одному аванпосту забрал баунти снизу Ауи. Но 3 будет за коллективом Cloud9. Ну и что делать в такой ситуации Крэйзи? Вопрос интересный, потому что тимфайт сейчас проводить против тролля не хочется. С другой стороны, не против Cloud9 этого тролля еще покачать. А он еще и на Рошан намеревается зайти. Играют именно в этом участке карты Cloud9. Ну да. Потому что он будет умирать. И с Аегисом. Я сейчас левел 19-й, он сейчас 20-й себя апнет. 40 урону возьмет. Там вожак волков у него тот самый, который дает дополнительный 30% урона. Я не знаю, что они с троллем будут делать. Тут нужно конкретно против одного персонажа придумывать билд. Приходит вниз. Хукшот своего, но поймает Хизу. Здесь не должен уходить. У Light Shadow есть просветка. Эйс. Хизу. Ну и до конца сейчас очередные топоры. Вижена нет. В общем, беда. А произоток еще один будет. А, ну просто спал. Смог. Спал, точнее, даст. Угу. Как-то странно, конечно, упустили здесь. Ну, там Мизери ошибся. Не попал Хукшотом в первую очередь. В центре Пайлотай. Стрела какая-то. И ДК под шумок уже Алибарду выформил себе. На фоне тролля, конечно, там шмотки тоже появляются. Ну, две с половиной еще. Блинк еще купил. Блинк Алибарду, да. Рейдин, ты заходит во вражеский лес. Опять провоцирует на какие-то активные действия соперника. Ждут, видимо, из клоудов. Ну, не знаю, там вот парень с Аигисом сейчас примчится. С Башером уже. Пока не двадцатый. Пока не двадцатый, да, такие? На двадцатой минуте. Не, вообще жесть какая-то. Это ты и с Доминатором. Это цифры. Легионка в центре. Напали, убили. Драгонайт с Блинком себя продемонстрировал, раскрыл. Купил Мизери себе худ. Сейчас вышку сломает снизу. Эйс. Вариантов нет. То есть драться нельзя точно сейчас. Драться можно тогда, когда закончится Аигис, пробовать убивать. Пытается Доминаторного крипа убить Мирана, не попадает стрелой. Спамбрейсом бегает. Все, заход на хейкграунд. Нормально. Двадцатретья минута. Глифа нет, они глиф только что потратили. И прыжок сразу. Огарман, который сделал ТП. О, это Огар. Его очень быстро уничтожили. Легионка 10 секунд. Они за 10 секунд могут реально развратить нижнюю линию. Там под формой, там бой. Там бой разве что не самый удачный стоит. И сейчас издалека там где-то Ауи попробуют сломать. Но уже потеряют ли Т3? ТП возвращается на линию. Легионка. Томстон не уничтожен. Тролля. Надо ждать. Нельзя. Куда пошел? Ультимейт тролля. Вернее время хукшот. Замечательный стрелал, залетает. Есть колдаун. Тролль регенится. Арена Мангекинга устанавливается. Палка. А Егис все еще не спал. Ну что, долго, судя по всему, будет висеть. Но Мизери осилить, хотя это тоже достаточно большая проблема. Контратакой очередная убили герокоптера. Герокоптер слили. Байбека нет. Не, да ладно, там могут убить под Веселом еще и Брайла. Брайл, лоу хп, он тоже погибнет. Трипл килл по Эйс. ГГ? Это ГГ на 24-й? Сколько у него экспем вообще, у этого тролля? Ну там и гпм, и экспем, там все зашкаливает просто. Золото в минуту. 646 на данном этапе. Ну, не алхимик, конечно, но это все равно сильно очень. Опыта в минуту. Не работает почему-то эта штука. Не работает, да. Странно. Но поверьте, друзья, очень-очень много. Ну вот он 21-й, ближайший преследователь 15-го. Я думаю, Крейзи тоже в шоке. Типа, что-то играем. Ну да, где-то получается. Ну стандартная ситуация, как у них была, в общем, в предыдущих матчах, в предыдущих картах. Что-то играем, бегаем. Ага, где-то драки получаются, а то не получаются. Так. Почему 4 героя мы видим на карте? Где пятый? Кто пятый там? А, тролль. Ну ладно, тролль лесу пофармит там, ну вынесет все какие-то диффузы. Черт, с ним справимся. Тут выходит тролль, выбегает. Две шмотки. Просто ультра килл. Они встречаются с ним еще раз. У него плюс башер, левел 20-й. Вот он им уже нижнюю линию спушил. И что делать, вообще не ясно. Еще есть Драгонайт, с которым как-то надо справляться. Клоквер, который тоже принимает на себя много внимания. У него 2000 здоровья. Такая жесть просто. Ну и хваленый Манки Кинг тоже не справляется просто. Он, конечно, вынесет себе дизоль. Но если вдруг тролль сокращает дистанцию до соперника, ну мы видели, что с гирокоптером произошло. Он же просто лопнул. Сейчас Кадди еще себе возьмет. Ой-ой-ой-ой. Верхняя линия? Ну не защищать верхнюю линию нельзя. Да, конечно, нельзя. 18-й Энви. Подрубил третью форму. Все, еще глифа нет. Клоквер понимает силу эйса, конечно, и на него работает. Надо заканчивать эту игру прямо сейчас. Дизоль. Последний шанс. Последний шанс команды Крэйзи прогнает соперника. Аегис. До сих пор есть Аегис. До сих пор. За это Эгис они игру заканчивают. Но вот залетает стрела. Такой тайминг-то. Когда Рошан там действие Аегиса кончится. Минус линия, надо отойти. Весла повесили на тролля. Барак был нужный, уничтожен. По-моему, Эйс реально прошел эту игру сейчас. Этот патч, по крайней мере, с этим доминатором. Да, вот что-то с доминатором... Подожди, с доминатором что-то непросто. Вот серьезно, что-то непросто. Потому что он и на той карте брал. Вроде обычные кэри-герои, на которых ты никогда не видишь этот предмет. Но насколько же он круто и тогда фармил, и тем более сейчас. Атака на Герокоптера. Это не просто так делается. Скади. Производит атак, скита разворачивается. Арена ставится. Пошел ультимейт. Герокоптер под БКБшку просто умер. Они сейчас будут бить Легионку. И всех остальных МК умер. Ну да, тут без шансов. Просто сломали. Ну все, надо сдаваться. Изи. Изи фо Эйс. Вот это я называю, закерировал игру. Просто парень взял персонажа. Я бы хотел сказать, что я был прав насчет драфта. Но ладно, спешу на Доминатор на тролле. И на Солягу. А почему это на Герокоптере не сработало в предыдущей карте тогда? Вот вопрос. Потому что Энви был такой. Я сорян. Тут пик все-таки тоже решает в совокупности. Здесь взяли нормально героя для Энви. Он на нем хорошо пофармил. Он не бегал, не пытался кого-то убивать. Просто фармил. В итоге Энви 1.0.15. Здравствуйте. Тролль 11.0.1. Идеальное исполнение от Клоуд Найн. Просто безошибочное. Это было еще эффектнее, чем победа Крейзи на первой. Ну и пошли и спушили под один Аегис. Вот за один Аегис. То есть Рейдин-то где-то ждали, пока Аегис спадет. Думали, ну может быть соперник не будет настолько настойчивый. А Клоуд Найн реально просто пошли и вот за один Аегис убили. Ну я не знаю, но вот статистика тролля, вот статистика Керри, который просто взял себе героя. АФК пофармил, вышел, всех убил. Доминатор, друзья. Я не понимаю, ну то есть, а в чем, ну почему раньше этого не делали? Почему только Эйз до этого додумался? И неужели именно Доминатор так сильно решает в темпе получения денег? Сенька все атрибутом. За 2.175 он себе эту шмотку берет. Берет какую-то ауру дополнительную. Ну ладно. Неужели 7 ко всем атрибутом так сильно решает? Или аура, которая... Аура, видимо, от какого-то крипа. То есть он ее очень рано получает. Но он всегда разный был. Вот он то бегал с призраком, то бегал, мы видели... Ну это попозже уже было. Он начинал с урсачом, который атак спид увеличивал. Атак спид круто. Там либо волк, либо урса. То есть либо дэмидж, либо атак спид. С другой стороны, ты смотришь, есть Яша, условно. Которая тоже дает атак спид. Скорость бега. И тоже увеличивает скорость фарма. Почти те же самые деньги. Но он и Яшу к этому купил. И из Доминатора у него был. Вот я смотрю просто на Герокоптер. Я предыдущую карту открыл. Вот у нее там 10 тысяч надфороса. Тоже Доминатор первым слотом. Но тоже много фармил. Да, игру проиграли по итогу. Но мне кажется, что команда там действительно могла подвести. Короче, я не знаю, Крэзи успеют ли адаптироваться к этому. Или нет. Это вот прям большой-большой вопрос. Но надо что-то с Эйсом будет сделать. Надо придумать. Потому что третья карта. И вот сейчас на этом Эйсе они могут выехать просто по лузерам. И это будет... Это да. И я желаю сейчас команде Cloud9 хорошего героя для Энвы подобрать. Потому что нужно брать реально героя, на котором можно, если что, тоже пофармить, который поменьше умирает. Драгонайт или что-то подобное ему надо будет поискать, если этого ДК забанят или заберут Крэзи сами. Здесь помимо крутого исполнения от Эйса, нужно еще и подумать о герое для Энви. Но будем уже смотреть на третьей карте. Короче, чтобы остальные не заруинили, пока есть фарм. У нас примерно такая история. Да, друзья, пауза небольшая. У нас будет интрига в этой серии. Будет третья решающая. Никуда не уходите. Скоро вернемся.